Всем привет, друзья! С вами Андрей. Добро пожаловать в очередную подборку интересных новостей в мире технологий. И сегодня в выпуске. Американцы предложили добывать воду на Луне реактивным двигателем. Ховерборд Омни готов к серийному производству. Новая платформа для водородных грузовиков обещает запас хода в 800 километров. Корабль-беспилотник преодолеет Атлантику без экипажа. Эти и другие темы обсудим прямо сейчас. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! Американская компания Maston Space Systems представила план по добыче льда на Луне в рамках соответствующего конкурса НАСА. Инженеры компании предложили использовать для этого ровер с реактивным двигателем, который будет поднимать грунт и всасывать его, а затем отделять от взвеси водяной лед. В ближайшие годы США с несколькими странными партнерами и Китай с Россией планируют начать активные программы по исследованию Луны, в том числе с высадкой людей, а также строительство лунной базы. Первые миссии будут пользоваться только ресурсами с Земли, но для масштабного исследования Луны потребуются частые и дорогие миссии снабжения. Поэтому космические агентства и частные компании работают над созданием технологий добычи полезных ресурсов из лунного грунта. Главная цель разработчиков будущих лунных миссий – это водяной лед, который, согласно данным последних исследований, расположен прямо на поверхности в полярных областях Луны. Воду можно использовать как для обеспечения жизни космонавтов, так и для создания топливной пары кислород-водород для реактивных двигателей. В 3 километрах 270 метрах от посадочной зоны будет расположена зона добычи, а в 200 метрах от нее НАСА установит аппарат для добычи воды из реголита. При этом участники могут использовать и свой аппарат для переработки реголита. После переработки тем или иным способом, аппараты участников должны будут доставить полученную воду в посадочную область. Всего каждая команда должна будет доставить 10 тонн воды. Компания Masten Space Systems разработала оригинальный метод добычи воды в рамках конкурса. Миссия команды будет состоять из двух аппаратов – посадочного с аппаратом для плавления льда и баками хранения воды, и ровера, который будет добывать этот лед. После посадки восьмиколесный ровер съедет с посадочного аппарата и отправится в зону добычи. Для добычи льда в нем по центру установлен реактивный двигатель со складными стенками сопла, которые будут опускаться на грунт, чтобы создавать условно-герметичную камеру. После этого аппарат будет активировать двигатель импульсами по полсекунды, во время которых лунный грунт будет подниматься в воздух. Разработчики планируют создавать таким способом ямы глубиной 2 метра. Компания отмечает, что успешно протестировала эту часть метода в пустыне Мохаве. После того, как грунт поднимается под действием реактивной струи, ровер засосет образовавшуюся взвесь в аппарат разделения фракций. В результате ровер будет собирать лед и газы от реактивного двигателя, а отдельные частицы грунта будет выбрасывать сразу же на месте добычи. Компания отмечает, что расчетная производительность ровера значительно превышает требования НАСА. Он сможет делать по три ямы в четырех секторах добычи в день. В каждой яме разработчики планируют добывать по 100 килограмм льда. Таким образом, за год работы это позволит добыть 426 тонн воды. Первый полет на своем электро-ховерборде житель Монреаля совершил 6 лет назад. Чуть позже он даже установил на нем мировой рекорд дальности полета, отмеченный в книге рекордов Гиннеса. Однако неугомонному канадскому изобретателю этого мало, и он собирается наладить серийный выпуск своих летающих досок под брендом Omni Hoverboards. Ховерборд Omni устроен достаточно просто. Он состоит из рамы с 8 несущими винтами и ручного дросселя. Даже такой важный элемент, как контролер полета, у него отсутствует. Нет у него и системы автоматической стабилизации, гироскопов и акселерометров. Работу двигателей контролирует электронная платформа с открытым исходным кодом на Ардуино, которая фиксирует открытие газа, после чего отправляет команды контролером двигателей. Благодаря 8 двигателям ховерборд хорошо сбалансирован. Гораздо лучше, чем его реактивный конкурент FlightBot Фрэнка Запаты. Ко всему прочему, летательный аппарат Дюру работает гораздо тише, он более надежен. Гораздо проще и дешевле обойдется его серийное производство. Однако, чтобы мечта стала явью, Александру Дюру предстоит легализовать свое детище. Оказывается, чтобы подняться в небо на ховерборде, необходимо получить специальное разрешение в управлении воздушным движением. Нет сомнений, что упорный канадец преодолеет и эти трудности. Более того, он готов эмигрировать в другую страну, если власти Канады закроют для него небо. Ряд крупных автоконцернов вроде Hyundai или Toyota делает ставку на водородный грузовой транспорт, и французская компания Gaussin готова предложить для них многофункциональную платформу скейтборд, первую в своем роде. Ее можно приспособить для серийного производства не только водородных автомобилей, но и электрических. Плюс есть поддержка систем автономного управления. Инновационная платформа Gaussin предоставляет автопроизводителям возможность быстро наладить выпуск чистых грузовиков. Модульная платформа подходит для тягача тяжелого класса и грузовиков длиной от 5,5 до 13,5 метров, то есть от тех, которые заказывают для перевозки мебели, до тех, которые возят лес между городами. Платформа разработана в двух версиях. Одна оптимизирована под водород, с баками и топливными элементами. Заправить ее можно меньше, чем за 20 минут. Запас хода составляет 800 километров. Другая полностью электрическая версия с моторами, силовой установкой и сменными аккумуляторами, рассчитанными на 400 километров. Максимальная скорость обеих версий 90 километров в час. Шасси на 400 килограммов легче стандартных вариантов для грузовиков и может быть уменьшена или увеличена под разные требования. Максимальная грузоподъемность 40 тонн. Байду, китайский аналог Google, заключила партнерское соглашение с Аркфокс подразделением крупной транспортной госкорпорации Бэйк о совместной подготовке полностью автономных такси к коммерческой деятельности. Вместе они собираются выпустить последнюю версию роботакси Эпола с четвертым уровнем автономности и себестоимостью около 75 тысяч долларов. Партнерство двух гигантов может привести к появлению в ближайшие три года парка из тысячи роботакси Эпола Мун. Сторонам уже удалось снизить себестоимость робомобиля примерно на две трети, по сравнению с тем, сколько в среднем стоит автомобиль оборудован четвертым уровнем автономности, а это около 230 тысяч баксов. Калифорнийская компания Spledge со следующего месяца выходит на краудфандинговую платформу с новинкой – электроскутером повышенной проходимости Transformer. В компании уверяют, что Transformer одинаково хорош и в поездках на работу и в загородных путешествиях, включая езду по пересеченной местности. Электробайк оснащен 960-ваттным ступичным движком, способен разгоняться до 40 километров в час всего за 5 секунд и преодолевать уклоны почти в 30 градусов. Заряд съемного аккумулятора хватает на 45-километровый пробег, после чего буквально за несколько секунд можно установить новую батарею. Transformer станет доступным для предварительных заказов на Indiego Go, начиная с 5 июля по цене 1000 долларов. С начала розничной продажи она возрастет втрое. Полностью автономный Trimoran IBM Mayflower, размером 15 на 6,2 метра, изготовленный из углеродных и алюминиевых композитов, стартовал из британского Плимута 15 июня, чтобы примерно через три недели бросить якорь в акватории порта Плимут штата Массачусетс. Корабль-беспилотник IBM Mayflower и его далекого предшественника с таким же названием объединяет один и тот же океанский маршрут. В далеком 1620 году британский торговый парусник Mayflower доставил в Новую Англию, ныне регион на северо-востоке США, группу переселенцев-пилигримов. Спустя ровно 400 лет его тезке предстоит идентичное испытание. Контроль за этим необычным переходом осуществляется из Центра управления в Плимуте. Вместо экипажа на Mayflower размещена научная аппаратура весом 700 килограммов, куда входят различные датчики, в частности акустические и температурные, устройства для забора проб воды и воздуха. С их помощью ученые также получат сведения о химическом составе воды, структуре волн, степени загрязненности пластиковыми отходами и сохранении морских млекопитающих. Помимо этого, наработанная за время путешествия технология наверняка будет востребована не только в судоходстве, но и в других областях, включая рыболовство, газонефтедобычу, телекоммуникации, в интересах обороны и безопасности. На судне установлена веб-камера, с помощью которой любой пользователь интернета сможет в режиме реального времени оказаться на борту IBM Mayflower и принять участие в историческом переходе. Инженеры из исследовательского подразделения компании Toyota научили робота с руками новым навыкам. Теперь он умеет качественно обнаруживать прозрачные и зеркальные предметы, а также снимать себя на экшн-камеру, подбирая оптимальный ракурс. Toyota не первый год разрабатывает роботов с руками, надеясь в итоге создать роботизированных помощников по дому для людей с ограниченными возможностями или пожилых. Инженеры показали, как обучили робота работать с прозрачными предметами и снимать себя при помощи селфи-палки. Как и в прошлые разы, инженеры использовали две разновидности робота – напольную и потолочную. Но функционально и конструкционно они одинаковы, и различия касаются лишь подвижной платформы, к которой крепится робот. Он состоит из корпусов, который в свою очередь собран из нескольких сегментов, которые могут сгибаться и разгибаться относительно друг друга. На его конце закреплены две руки и голова с двумя камерами. Главное из новых способностей заключается в том, что теперь робот лучше работает с предметами, состоящими из прозрачного материала или зеркальным покрытием. До недавнего времени это представляло большую проблему для роботов. Второй из новых навыков – умение снимать себя. Инженеры научили робота брать в руку селфи-палку с экшн-камерой на конце и располагать ее так, чтобы робот оказался в центре кадра и со стороны, в которой он выполняет действия, например, подметает пол. В пресс-релизе авторы приурочили эту возможность к американскому дню селфи 21 июня. Однако, вероятно, у нее есть и практические применения. Например, записи выполнения действий с нового ракурса, отличающегося от ракурса с головы. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам в описании. Ну а я с вами прощаюсь. Отличного вам настроения. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok